Это скульптура 10 метров в высоту и около 23 метров в длину. Это женщина-сфинкс, полностью сделанная из сахара. Она своеобразный символ сахарной промышленности, торговли сахаром и работорговли, а также истории, которые таит в себе это здание. Это старый склад для сахара. Здесь его хранили целые горы. Высота этого помещения около 15 метров. Здесь также полно всевозможного оборудования, которое кажется мне чем-то мистическим. На этих столбах еще остались кусочки сахара, который тает и стекает вниз. История этой скульптуры для меня и моей семьи начинается с трансатлантической работорговли, когда люди как сумасшедшие начали едва ли не сдвигать с места континенты и все ради сахара, кофе и хлопка, но прежде всего сахара. Он словно создает энергетическую лихорадку. Скульптура меняется, когда меняется освещение. Ее взгляд очень сильный, а тело полно противоречий. Лицо сфинкса — олицетворение могущества, а его задняя часть — символ роскошной чувственности. Между частями скульптуры словно существует напряжение. Здесь сочетаются два понятия — силы и одновременно слабости. Мне кажется, именно эти два компонента доминируют в теле женщины, и прежде всего — афроамериканки, африканки. А эти мальчики с корзинами — символ даров. Сразу понятно, что они африканцы, чернокожие. Каждая из этих фигурок, сделанных из карамели, — результат кропотливой работы. На этой сцене позади меня происходило нечто похожее на кадры сериала «Во все тяжкие». Все были одеты в длинные плащи и варили что-то странное в больших горшках. Со временем эти фигурки тают и разрушаются. Самое трудное для меня — посмотреть в глаза этому мальчику. Тающая карамель похожа на кровь, а его рука уже совсем растаяла. Отеченьевая ноги, прыгая и обжигая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Казахстан Корректор А.Кулакова